Пётр Аркадьевич, мы по сути вы правы, обстоятельства действительно чрезвычайные. Выходит, ради интересов польской верхушки мы должны ограничить права русских и малорусов? Поляки, государь, шлют петиции, что им делать с евреями. Немцы просят в отношении эстонцев и латышей. А потом они все вместе будут спрашивать, что нам делать с малорусами. Я полагаю, пока земство возглавляют русские, империи ничего не грозит. Но стоит лишь ослабить права коренного народа, как Россия исчезнет, государь. Я считаю, Думу придется распустить, чтобы провести закон высочайшим указом. А вы не боитесь, что Дума осудит вас за то, что вы склонили меня на столь искусственный приём? Лучше, государь, разрубить клубок интриг разум, чем мучительно месяцами его разматывать. Хорошо. Я подпишу указ о распуске Думы на два дня, Пётр Аркадьевич. Благодарю вас. Проводите законы, не надо благодарить. В отличие от вашей отставки, моё прошение некому будет даже отклонить. Святой Серафим Саровский предсказал нашему роду 300 лет и три дня. Время истекает, Пётр Аркадьевич. Многое можно изменить, государь. Да-да. Вот и доктор Филипп Владыш уверял меня, что многое можно изменить. Он действительно мог вызывать духов, и через него я общался со своим отцом. Ну, медиум Владыш уже в могиле, а вместе с ним и все надежные. Я реалист, ваше величество. И взывать к духам предков, чтобы упредить беду, не стану. Дайте мне время. Десять, пятнадцать лет. И с Божьей помощью я подниму Россию с колен. Не сомневаюсь, Пётр Аркадьевич. Что ещё вам может помешать? Война, государь. Вот чего я опасаюсь. Ваш слон, Пётр Аркадьевич. Ваша ладья, ваше величество. Слава Богу. Субтитры подогнал «Симон»